Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 января и открыв вот комментарии у себя на канале youtube я нашла один вопрос вот от Вики Парамоновой привет из Приморья скажите пожалуйста о дуге в развернутом состоянии какой длины это она задала вопрос к видео чем укрывать и как закапывать термос тоннели для рассады и этот вопрос я не могу оставить без ответа потому что очень много людей ну как проявляют желание выращивать массовую рассаду рассаду для продажи так как в этом году я уже не смогу вам скорее всего показать я не буду выращивать но я хочу сказать что в прошлом году когда я говорила что как сказать это рискованное дело перед много раз подумайте перед тем как начать это дело по комментариям прошлого года я увидела что очень много людей вот так вот прям в омут с головой не побоялись сделали тоннели в ранние сроки высадили рассаду и потом даже присылали мне одна зрительница прислала фотографию и я посмотрела я ничем не отличила от своих вот там внутри сидят такие толстые томаты и кто мне как сказать ну не то что докладывала кто делился со мной что он попробовал у него получилось почти у всех получилось одна девушка вот в нашем городе мы с ней познакомились здесь и потом встретились она мне сказала что я первый раз вот на улице выращивала тоже и даже всю продала но проблема у многих вырастить они вырастили смогли тут с продажей проблема в первый год возможно еще не наработаны контакты нет таких площадок торговых через которую они могли бы продать это конечно все с годами но я хочу сказать что все кто попробовал выращивать в тоннелях у всех получилось с первого раза и одна вот зрительница пишет никогда не видела такой рассады толстая здоровая крепкая жалко говорит что продать не удалось но это уже совсем другой вопрос она вот спрашивала вы обещали подсказать как продать но я тоже искала этих пути сбыта очень долго несколько лет ну как по немножко все по нарастающей давала объявления в газете люди приезжали ко мне домой покупали но первый год конечно это была там такая маленькая часть ну совсем небольшое количество там может быть 400 или 500 кустов но полтысячи потом когда я поняла а потом эти люди на следующий год еще приехали еще знакомым сказали вот так конечно больше всего сарафанное радио но я сама тоже прилагала усилий я вот писала этой зрительнице которая сказала помогите как найти вот пути сбута я просто приходила на базар и смотрела так как я сама не могу там сидеть я же занимаюсь огородом не никогда смотрела кто люди сидят там с большим количеством рассады постоянно просто предлагала наладить контакты что я буду выращивать вы будете продавать нашла несколько вот два на одном рынке одного человека на другом рынке человека и потом на следующий год 50 процентов всей выращенной рассады у меня они забирали но по более дешевой по оптовой цене чтобы им было выгодно продавать и продавали конечно тут были нашелся один фермер который посмотрел что у меня рассада очень хорошая качественная и преимущественно вот эти сорта которые можно выращивать без подвязки без посынкования они прям поля высаживают и потом продают на продажу он у меня большое количество брал но с реализации да это большая проблема чем вырастить но сейчас я хочу ответить на вопрос про эти дуги смотрите дуги ширина дуг может быть у всех разные вот это вот не ширина именно длина вся вместе с заглублением это ведь зависит от ширины вашей грядки и от высоты насколько вы будете я мы первый раз когда купили купили вот эти пластмассовые дуги и я с ними как бы не то что пролетела они не подходят они самые большие ну короче они самой большой длины если хорошо заглубить они получаются вот такие низенькие а низенькие чем плохо будет маленький размер там воздуха когда холодно ладно это ничего а когда наступает жара вот там маленький объем воздуха он прогревается очень быстро и там становится духовка все-таки лучше чтобы дуги были высоковатые это во первых что там становится духовка а во вторых при наступлении тепла рассада очень очень быстро она прям моментально вырастает и дорастает до ну до потолка и тут где у нас пленочка там начинается ясно что деформироваться загибаться начинает сгорать иногда и если еще нет не подошла дата открытие их что ночные холодные температуры может рассада испортится если вы низко установите дуги вот так это через все это я прошла у меня была изгоревшая рассада и вот с такими с верхушками деформированными до конца когда потом она про плохо очень исправляется по крайней мере она будет страшненькая кособокая вы ее продать не сможете люди будут думать что это заболевание что это ее гнет и корежит а это она просто уперлась потолок и все так что вот эти вот дуги я делаю теперь но делала последние годы когда уже приноровилась ко всему я делала сантиметров семьдесят восемьдесят в высоту заглубление тоже если нарежете маленькую высоту и на заглубление оставите всего там 10-15 сантиметров скорее всего они будут неустойчивые вот мы первый раз когда купили железный пруток нарезали и не очень высоко но как не очень длинные и получилось или меньше заглублять надо или ну короче они теперь у нас смотрите те которые возможно вы купили или сделали они вам коротки вы их оставите так же как я вот эти пластмассовые на вперемешку одна у вас дуга будет хорошо воткнутая высокая железная а вторая можете воткнуть легонько между двумя сильно воткнутыми она будет просто предохранять вот эту пленку от провисания потому что когда делаешь редкий ну большое расстояние шаг большой делаешь между этими идет дождь или что-то и она начинает у нас иногда и снег вот снег нападал и она прям туда провисает пленка и может тоже поранить томаты если они уже большие и тут вот как длину высчитать я вот начала что это зависит от ширины вот этой если у вас вот метровая считайте по 10-15 сантиметров отступ с каждой стороны и если 70 сантиметров высота то вы сами примерно а еще если заглублять сантиметров на сейчас скажу ну 25-30 мы заглубляем весной я прям весной засаживаю и когда заглубляется она плохо весной там дальше уже как промерзший грунт я беру железную такую палочку я сначала железной палочкой прям сильно сильно туда раз раз а потом уже пластмассовую иногда пластмассовая добровольно не входит в грунт потому что там оттаяно всего 10-15 сантиметров верхний слой а внизу немножко уже как еще подмерзшие и вы высчитываете сами вот у меня самые удачные дуги это которые длиннющие они длиннющие их они кажется вот когда их притащишь кажется но непомерно длинные ну куда такую а под посчитайте сюда 25 сюда 25 это уже полметра сюда на высоту 70 сантиметров это еще наверное метра 2 но они где-то примерно два с половиной метра но если честно я почему-то уже забыла сколько мы нарезали аж раньше сама вымеряла все прикидывала какие мне лучшие есть у меня наилучший вариант но я вам скажу что наилучший вариант это именно та которая длинная длинную можно всегда укоротить забив дальше ее в землю а вот короткую уже не исправишь иногда бывает когда я первые годы еще не отсортировала какие сорта можно высаживать какие нет я один раз насадила какую же я посадила а добарао и еще какой то вы представьте добарао он высокорослый я же не думала что они как бамбуки но они как тепло наступило они буквально за неделю выперли у меня и уперлись вот сюда и начали даже здесь как это бугристи появилась они еще дальше дальше шли туда и шли и вот это еще зависит от сорта если сорта например высокорослые то возможно нужно еще выше делать дуги и опять же скажу что это у каждого индивидуально вы должны сами ну как бы попробовать какая нам вам нужна высота длина но сразу хочу вас предостеречь чтобы коротко не нарезали если вы берете например такой вот как у нас есть вот толстая какая-то железка пруток металлический покупали конечно если вы покупаете вот такие готовые то нужно брать самый длинный вариант чем больше дуга тем удобнее вам будет нет в работе она конечно неудобно но тем идеальнее она подойдет для тоннеля тут будет большое воздушное пространство вы сможете подольше держать их под дугами когда дуги маленькие я говорю что они дорастают приходится вынужденно снимать я вот тут раз вынужденно сняла а потом опять возвратные заморозки и не знали как укрыть потому что дугами уже начинаем дуги ставить они прямо на томаты лучше чтобы дуги были большие все вот эти тоннели в этом году я буду нынче делать но я буду свои высаживать как вот так вот реденько-реденько но та же самая система буду ставить большие дуги будут также закрывать буду также делать термос тоннель хочу получить в открытом грунте тоже супер ранний урожай потому что я посмотрела какая рассада к моменту высадки вот когда я высаживаю в грунт в начале июня простую рассаду какая рассада здесь уже толстая здоровая и если ее не выдергивать не не тормошить не потрошить возможно она здесь будет даже лучше чем та которая пока приживается все у них здесь они уже надышали у них тепло у них там свой микроклимат и вот хочу нынче такие испытания сделать раз уж я от рассады отказалась ну а руки так и тянутся охота сделать тоннель это очень увлекательно очень интересно за ними следить какие высаживаешь их замухрышки и какие они потом это вот точно из гадкого утенка превращаются в такую в царевну лебедь рассада в тоннелях вообще великолепно и потом я уже сколько раз говорила но отдавать жалко выкопаешь ее и каждую охоту оставить себе ну все я желаю всем экспериментаторам таким как я кто на одной волне пробовать не бояться и даже если я вот ну не было времени подробно поговорить и даже если будут неудачи у меня ведь тоже они были я когда первый год начала продавать на второй год думаю ну побольше насажу а не было именно от развитого у меня такого рынка сбыта и у меня даже вот одна грядка больше тысячи корней осталось лишнее ну так тоже бывает она выросла рассада зацвела заколосилась была такая красивая и представьте вот эти труды которые начинаешь с самой зимы марта апрель май в начале июня она у меня уже была цветущая своими руками пришлось вот так вот выдирать и укладывать в компостную кучу на удобрение но это естественно такое тоже бывает зато потом следующий например второй третий четвертый год было уже столько заказчиков что я даже не могла такое количество посадить но тут парадокс такой что вот у меня такая натура когда я достигая вот такого наивысшего предела когда у меня уже все налажено и заказчики есть и рассада растет прекрасно я научилась все это делать я теряю интерес мне охота начать что-то новое и вот когда все это я настроила все сделала у меня сейчас все оборудование все дуги лежат все пленки лежат все я теперь буду заниматься новым буду будут новые сорта испытывать буду собирать семена а про выращивание рассада на продажу я теперь буду только учить других новичков все до свидания хочется попробовать жизни все 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 теперь я знаю точно что я могу вырастить рассаду в тоннеле на продажу в любом количестве высокого качества все желаю всем вам научиться и чтобы огород действительно был источником дохода хочу сказать то что да я сейчас потеряла интересно зато вот за счет этой рассада я поставила все свои теплицы вы же понимаете что на на пенсию пенсионерскую нашу в 9 10 вот у меня сейчас 10 по моему не 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 устроишь так огород как хочется зато есть была возможность поставить теплиц сделать все эти всякие но купить шлангов шланги тоже очень дорогие у меня каждый год как покупка шлангов так в это вообще вот эти дуги пленки все для утепления все 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 это все помогла мне вот эта рассада тоннелях желаю вам тоже научиться извлекать хоть какой-то дополнительный доход к пенсии или просто без пенсии с нашего любимого огорода я теперь действительно знаю что земля кормит это реально фраза которая работает которые но соответствует вот этим словам все